Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Посмотрела сейчас программу Андрея Малахова, прямой эфир, повышение пенсионного возраста. В общем, у меня кипит уже, и здесь кипит, и там кипит, и я вся киплю, киплю, господи, какую чушь, ну это ж надо такую чушь показать, вообще, это, знаете, это не в обсуждении, это в рассуждении. Ну вот, Андрей, я была о вас лучшего мнения, как-то посмотрела, все, ну такая, лишь бы, лишь бы, уже, наверное, снимать нечего, думаю, дай-ка я сниму, вот. Ну, я знаю, иногда это бывает у блогеров, видать, у них закончились нормальные программы. Ну вот они, посмотрела я программу эту, да, и даже не до конца, вот, дошла до 28 минуты 45 секунды, вот. И пенсионерам негде будет работать. Дальше не могу смотреть, потому что, ну вообще, пригласили на программу, ну, пенсионеров, типа, которые сегодня-завтра должны выйти, все такое, ну, да, мы работать, мы хотим работать, мы еще молоды душой, все такое, ну, мы не отказались бы, если была пенсия там, ну, мы вот это. Ну, почему же вы, ети, кудри, 28-45, не поехали в какую-нибудь деревню, не взяли какой-нибудь тракториста, там, доярку, все, и не спросили, а как вы, дамочка, хотели бы работать, вот, в 55 лет выйти на пенсию, или хотели бы работать до 60 лет, и потом получить пенсию? Почему же взяли тех людей, которые такая сидячая работа, все, и то, и то видно, что люди уже, как бы, ну, не совсем здоровы, уже им пора на пенсию, и зрение, и все там, есть же свои показатели, правильно там девушка задала вопрос, вы представляете, говорит, да, она может выглядеть-то, как бы, и молода, но, но, они, причем-то тут приписали это Белоруссию, что, типа, кто там выступал, народный артист их белорусский, потом генетик и архитектор, она, да, мне 55, но я не хочу, да, я буду работать, да, генетика, мне 80, но я буду работать, да, вы работаете, кто же вам говорит, что вы не работали, ну, как прекрасно было, если была бы еще пенсия, да, вы хотите по своей, это самое, но я не про это, я все не про это, ну, повысили, я так про эту пенсию вообще, и думать не думала, мне 50, я не на пенсии, хотя у нас 50 идут на пенсию, ну, у нас здесь на севере нужно отработать, там, сколько-то там, в общем, я на нее не рассчитывала, потому что есть выбор, понимаете, те, которые у нас, когда идешь работать, на официальную работу, там, ну, где я могла бы работать, у меня нет такой специальности, знаете, это, ну, потому что я никого и не сужу, что у меня там и пенсии нет, и я не отработала все, нет, нет, ну, и мне жалко вот этих вот людей, которые, понимаете, которые действительно работали, зарабатывали эту пенсию, и что ж вы вот эту показуху устроили, что ж вы притащили этих вот, вы поедете куда-нибудь в глубинку, вы спросите, у них там пенсии, так вот наплакал, господи, в этих глубинках их и этого лишат, ну, ладно, это все фигня, но, вы же понимаете, они говорят, там, этот Андрей Пудов выступил, говорит, ну, ему сказали, говорит, вот, ну, я боюсь, что когда мне будет 50, все, у меня молодежь будет, и, в общем, и на работе начальство скажет, так, ты уже как-то, тетечка, тебе уже 50, ты как-то мне уже поднадоел, и как-то у тебя ум за разум заходит, так, мне надо, чтобы ты как-то свалила, и ему задали вопросы, говорит, так я ж не доработаю, меня и с этой работы уволят, и на другую уже брать не будут, потому что у меня предпенсионный возраст, и как мне доработать этих 5-6-7 лет, и вообще это будет, это как мне, а Андрей Пудов сказал, говорит, мы прорабатываем, чтобы вас, в общем, обеспечить, что вас никто не уволит, что, так они не уволят, они сделают все, такую вынужденную обстановку, что ты слиняешь с этой работы, ты скажешь, лучше я буду последний керрбис хлеба доедать, чем вот в такой обстановке работать, ну что ж вы, Андрей Пудов, такое говорите-то, правильно говорят там, говорит это самое, на работу можно устроиться, кто хочет, ну куда можно устроиться, я по себе сужу, даже когда мне было 45, у меня попытки были устроиться на работу, я приходилась, да, звоню, а мне говорят, да, приходите, требуется, там один раз администратором хотела, ну когда прихожу, там все такое, да, вот еще она мне рассказывает, говорит, вы знаете, вы будете сутки работать, двое отдыхать, потом, а бывает, что там два через два, как там, как с девочками договоритесь, все, потом она открывает, вам 45, я говорю, и что? Ну нам желательно, вот как, они как бы не скажут, но как, они все сделают, чтобы вас не взять, и это проверено, сколько раз я проверяла, ездила, даже на почте я как-то была, 47 мне тогда уже было, на почте, и там, да, да, там только осталось мне сдать, чтобы меня пробили, там судимость, несудимость, все такое, и кто-то там вернул мне, но мне потом сказали, что по возрасту навряд ли вы пройдете, ну там, кому я сдавала, я говорю, вы по возрасту не пройдете, поэтому я вам говорю, что, ну че, фигней страдать, они все сделают, чтобы вы не устроились, и там, и это, сначала продумайте, а потом вот это вот видеть, конечно, хорошо, депутат, я знала, это прекрасно знала, душенька моя знала, что повысят этот возраст, во-первых, все наши верхушки, они же уже пенсионщики, им скажут, так, вали на пенсию, ты занимаешь не то место, вали на пенсию, вали на, они записали, да, что такое пенсия, на пенсию, все равно мы будем как-то, пока мы можем, мы будем ходить, как-то зарабатывать, как-то крутиться, как-то вертеться, на пенсию, я не знаю, как где, на севере не прожить на пенсию, если так посчитать, что у нас коммунальные услуги, вот квартира, интернет, телефон, свет, у нас уходят 9, 9, 510 тысяч, как когда, коммунальные, так это, ну а еще жить надо, хорошо, что да, у нас все, слава богу, дети выросли, дети сами себе, мы с папой вдвоем, нам много не надо, у нас все есть там, худо-бедно будет, продадим то, продадим то, то дачу, то, то гараж, то там, ну как бы, если на пенсию не будем выживать, там знаете там, потом в конце даже, эту квартиру поменяем, на однокомнатную, однокомнатную, на это как-нибудь проживем все, ну а будет еще ж поколение, еще ж поколение, люди, вы о чем думаете, господи, сейчас наоборот, все идет, так как компьютеризация, все сейчас уже, люди как бы, меньше замешаны на работе, все там сокращение, идет все на работу, они еще и пенсионные, ну к чему мы идем, да я хочу сказать, что все равно нужно пенсию как-то зарабатывать, для меня нет, я не то хотела сказать, мне просто, знаете, что не понравилось, ну что, ну кого вы пригласили, медсестра, там художники, рисовальщики, вы пригласите те, которые люди стоят у станка, вы пригласите те, которые там работают сутки, через двое, там или день и ночь, отсыпной, выходной, вы пригласите, вот у меня, моя приятельница, Нюнечка, она работает день, ночь отсыпной, выходной, в котельне, все такое, там и каждые три месяца, там сколько, полгода, по-моему, они сдают какие-то экзамены, и все, она переживает, она все так, она на пенсии, но она работает, но она работает не из-за того, что она, ох, я хочу поработать, а потому что не хватает, я понимаю, что их никогда не будет хватать, но она одна, она без мужа, представляете, на пенсию, у нее квартира, ей тоже интернет все, она также платит, ну пусть 7-8 тысяч, ну пенсия у нее 15, на 8 тысяч, а еще как бы, там хочется что-то внуку купить, хочется покушать, ну пусть остается, да там, пусть остается 8, это чтобы в день, это 300 рублей, что это реально, а ей же там еще хочется какую-то тысячу отложить, чтобы на курорт съездить, ну короче, работает она не из-за того, что, ой, да какая я пенсионерка, я хочу работать, и все прекрасно это понимают, ну просто вот строят такое, знаете, ну правда, скажите ж, вы бы не хотели бы сидеть дома, да вы же хотели бы, чтобы проработать там, вы же рады, что да, повысили пенсионный этот возраст, что за чушь вообще, я вообще, тем, кому 45-50, вот такие, как я, сейчас на работу устроиться очень тяжело, очень тяжело в одном, что если на официальную пойти работу, там проходишь медкомиссию, все, не все сейчас уже люди здоровы, чтобы пройти медкомиссию, никто не возьмет на себя такое вот, как у меня давление, ну вообще гипертония, да, и межпозвоночная грыжа, куда меня взять, мне легче на ПМЖ отправить, вот эту ямку, два на два, вот, поэтому, и это, ну, и не доживу я уже, это я прекрасно знаю, что до пенсии этой, господи, и они еще говорят, мы сейчас лучше выглядим, да, оболочка может быть лучше наша, а внутренности, они говорят, сейчас умирают там 80-90 лет, люди, вы о чем, вот, мое окружение, я не знаю, как у кого, я в этом году, вот уже, наверное, пятерых, которые младше меня, несколько, 38, 40, 42, 44, так, София, не помню, сколько было, 36, наверное, тоже, умирают молодежь, и пойти на кладбище, мы искали там, надо было одного человека найти, и это самое, и записи, родился там, 70-й, и 75-й, и умер, 16-й, 17-й, ну, мы искали вот эти вот, которые ряды, 16-й, 17-й год нам надо было найти, вы понимаете, возраст такой, они говорят, 80-90 живут, так это же считанные люди, кто так живет, хорошо судить депутатам, хорошо, которые вот там на диванчике сидят, на диванчике-то сидят, а, мне еще нравится, как это, слушайте, что говорит этот Андрей, сейчас, сейчас я немножко перемотаю, кто-то меняет психологию работодателей, что 40 сегодня, это не пенсия, да, 40 сегодня, это новые 20, как пишет глянцевая журнала, да, 40, 40, 40, сегодня, это как раньше 20, ясно вам, так что, вот так, и много чего здесь, конечно, сказано, но, разочаровало меня это все, сейчас я выпью таблеточку, то я разволновалась, сейчас хочу сказать, Андрею Малаху, конечно, не посмотрят, к сожалению, Андрей Малахов, это в мои, 5 плюс 0, 50, я пью вот это вот, которое мы живем долго, до 80, как вы думаете, сколько, я проживу вот на таких лекарствах, нет, я-то проживу много, может быть, а может быть и нет, да, наверное, наверное, все-таки, или я ошибаюсь, или, или я не ошибаюсь, но мне кажется, что это заказная, заказная программа, потому что, сейчас в Казахстане, они показали людей, и здесь, в Казахстане, тоже непростые граждане, которым бы они сказали, вы рады, что подняли возрастную пенсию, в Казахстане подняли письмо, показывают какого-то мужчину, в костюмчике, женщину тоже такую же, с администрацией, да-да, мы согласны, поддерживают, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, 3 рубля, мама не горюй, мама не горюй, ну почему, 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 не быть по-честному, не поехать там, да, да даже не надо в какую-то деревню, в городе есть, эти, заводы, в городе есть же тоже там такие, которые работяги, простых работяг, и вот они бы тогда сказали, но, но, не дай бог бы они сказали, больше бы они там не работали, вот так, господи, вообще расстроилась, даже вот так вот подумавши, да, чтобы устроиться на работе, ну вот я про свой возраст говорю, да, все равно я знаю, что у меня такое заболевание, да, это мне нужно идти на, будет уходить на больничный, это будет подстава, подстава работодателю, им нужны здоровые, в молодости, всегда устраиваешься на работе, боишься, что там дети будут болеть, все это, это не годится, тоже работодателю, а уже ближе к пенсионному возрасту, уже как бы, ну, потому что, потому что, знаешь, уже будешь стесняться, подставить работодателя, я не знаю, что хорошо, что плохо, в общем, жизнь такая штука, я, конечно, я вообще не из-за себя, я просто, как бы, мне обидно стало, что вот, понимаете, я думала, что сейчас придут там, действительно люди, которые действительно работают, физический труд, которые это, а то они там генетически лучше стали выглядеть, едит, кудрит, генетически, да, хорошо бы показали, каких людей, которые сидят там, рисуют, там сидячий труд такой, знаете, ну, как бы, медсестра, там все такое, вы за те, которые работают физическим трудом, которые тяжелый труд, которые отработали столько лет, это же вообще, это же нереально, нет, я вообще, вообще, ну, как-то и, наверное, процентов 97, все сказали, это клево, это клево, что подняли пенсионный возраст, это класс, ради бога, если мы только будем, я надеюсь, в связи с поднятием пенсионного возраста, нам вот этих вот лекарств, не нужно будет много, мне, конечно, конечно, интересно будет почитать комментарии, что вы скажете, потому что я сегодня в одном написала, там, когда вышел, что прямой эфир, и все там начали на Андрея Малахова, ты продажный, это и все, ну, а при чем Андрей Малахов, при чем Андрей Малахов, у него есть режиссер, есть этот самый, кто там, тинь-дири-динь-тинь-тинь-тинь-тинь, сценарист, там кто там, все ему пишут и говорят, вот ты должен это и это, и я написала, говорю, это равносильно так же, как и, например, вы работаете в магазине продавцом, и вам говорят, вот это нужно продать, хочешь ты, не хочешь, вот это нужно продать, перештамповать, мясо там уксусом замариновать, чтобы оно было чистое, ну, как это делают, сколько показывают вон в Ютубе, и перештамповывают, и все, говорю, это равносильно то, что вас заставляет начальство продавать вот эту вот просрочку, и там мне написали, если вы продаете просрочку, и там вы не жалуетесь на начальство, вы там раб, и в общем, ну, самым последним словом, я согласна, но что делать, когда, когда человек, если он скажет, я не буду продавать просрочку, ему скажут, все, ты уволен, а у него ипотека, двое детей, и она еще мать-одиночка, что делать, приходится поворачиваться, и когда ты работаешь в магазине, недавно при сприятельнице разговаривали, ну, она не здесь работает в Москве, ты поняла, кто, да, вот, она продавцом работает, и она говорит, представляешь, говорит, два месяца отработали, ревизию, говорит, сделали, и что ты думаешь, говорит, зарплаты высчитали 11 тысяч, а зарплаты 27, представляете, на всех разделили, что вот такое это, ну, как-то же, как-то же в магазинах, говорю, я не знаю, как-то же в магазинах, там, должно быть, что, на то, что разбили, то, что украли, то, что как-то это, она говорит, ну, нам пошли на уступки, сказали, что не сразу возьмут эти деньги, там, разделят на 3-4 месяца, я говорю, нормально, так бы я сидела, работала 12 часов, человек в день работает, и потом бы у меня забрали, ну, в общем, как-то, да, человек работает не из-за того, что ему класс, это бумба пенсионный, этот, когда подняли, ну, легко рассуждать, знаете, чужую беду руками разведу, я миллионы раз говорю, я не про себя, я пенсию не заработала, и даже если, я и не думаю, что я ее когда-то буду получать, вот, потому что, ну, навряд ли, навряд ли мне дожить, до 60 лет, да, я почему-то, как бы, 80-90 лет, кто-то там сказал, что мы живем, я даже почему-то не уверена, что и кто там сидит, доживет до 80-90 лет, ну, кроме вот этой бабушки, которая медсестра, да, это жесть, это жесть, опять нам показали, опять нам показали, вот, снимайте лапшу, как хорошо, что нам подняли пенсионный фонд, таки тит, кудрит, я просто не знала, чему радоваться, а тут, оказывается, надо радоваться, что подняли возраст пенсионного фонда, да, Владимир Владимирович, спасибо вам, спасибо, спасибо, респект, насчет уважухи, я не знаю, ладно, мои дорогие, очень интересно будет послушать ваше мнение, у меня все кипит, кипит, я просто так, это знаете, я села, ну я же не просто так смотрю, это, какие-то программы, передачи, я ногти делала, здесь, их красила, все такое слушала, а потом я дальше слушаю, слушаю, ну мне думаю, ааа, у меня начинает кипеть, 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 блин, ну как так, это вообще, я смотрю, ах, уже познаватенько, не с кем, не к кому на ухо присесть и сказать, ааа, очень жаль, очень жаль, ну как бы, я считаю, что если уж действительно, ну все же прекрасно знают, что это плохо, поднятие пенсионного фонда, ну не надо вот это вот тормошить, вот это вот показывать, что да, люди, да вы ошибаетесь, это же классно, поднятие пенсионного фонда, это же классно, ой, ну, пенсионного фонда, поднятие пенсионного возраста, это же классно, ну о чем вы, люди, Все прекрасно знают, что это не классно Зачем же И так нас постоянно дураками делают А тут вообще в нуле Ну ладно, мои дорогие Всем, кому понравилось, ставим пальчики вверх Ну я имею ввиду, не понравилось Не то, что подняли пенсионный возраст А кому не понравилось, вы меня извините Так что Всего хорошего, мои дорогие Я вас кухарю Пока-пока